всем привет я вот недавно тестировал эту катушку это hybu origin 1 мне очень понравился ее крайне крайне легкий ход и в принципе вообще катушка за свои деньги мне понравилось не ожидал я от самого дешевого китайца тех характеристик которые он показал мне интересно стал разобрать его посмотрите что внутри ну и вам заодно покажу обычная гаечка алюминиевая ничего особенного 90 стоковая металлическая рукоятка но очень легкая и кажется ну не тяжелее карбоновый точно вообще легкая уж я еще завешу взвесил рукоятку всего 23 грамма в сборе конечно в кнопках есть люфты ну ничего страшного для такой катушки жемка вал алюминиевый высверленный пластиковая звезда фрикционов внутри тоже все пластик но очень хорошая цифровая музыка ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не пойму это обгонка или подшипник Сейчас разберем и посмотрим Добавляем На боковой крышке установлен подшипник Второй для опоры вала Обычная втулка Обычная нажимная шайба Шайба фрикциона не карбоновая Разумеется Шестерня мелкозубая Алюминиевая Довольно увесистая 36 мм в диаметре Такая же по размеру Наверное как В смартных стедах Толщина 5,2 мм Странно Карамыслово Почему-то стояло не той стороной Почему-то стояло вот так А не вот так Непонятно в чем смысл Может быть так и должно быть Может и право должно вот так стоять Да, оно пожалуй так и должно стоять Странно Непривычно Пиньон латунный Такой же как на старых обушках Конструкция кнопки Аналогична Кнопкам В стеде В смарте Все то же самое Бесконечник Тоже абсолютно такой же Конструкции В редукторной боковой крышке Никакого подшипника нет Ось шпуля тут свободно болтается То есть по сути получается что Пиньон просто висит На оси шпули И все И больше никак не крепится Даже вот этот Вот этот конец оси Шпуль он никак Нигде не зафиксирован Ну а мелкий зуб Наверное и объясняет Вот эту мягкость И плавность хода Этой катушки Продольный лифт вал Довольно небольшой На валу стоит второй подшипник Собственно получается Вот у нас и четыре подшипника Два шпульных Один в крышке Один на самой шпуле И два подшипника У ведущего вала Собственно все Вся простая Элементарная конструкция Узел бесконечника Не вижу смысла разбирать Все Буду собирать обратно Собрал я значит катушку Что можно сказать по конструктиву В принципе все так же Как и во всех дешевых катушках Там заявленные подшипники Присутствуют Собственно два на валу Два на шпуле Пиньон болтается Но он в принципе и в обушках В довольно дорогих Ну в старых модификациях Болтается Вот Можно конечно его протюнинговать Но я в этом смысла никакого не вижу Качество исполнения Нормальное Пластик корпуса Ну довольно жесткий То есть претензий у меня К этому никаких нет Качество литья Тоже в принципе без проблем Ну то есть катушка Абсолютно адекватно Стоит своих денег Вот И Конечно не стоит на нее Какие-то супер нагрузки Возлагать Но там ваблеровочки покидать Там вертушечки Колебалочки Запросто Наверное там Хэвиджик не надо А так До 20 25-30 грамм Вполне Себе Можно использовать Ну только Не джиговать Наверное с ней не стоит А все остальное Вообще Без проблем Что вот такая вот катушка Я ее оставлю Как гостевую Не буду я ее Наверное в зимнюю Переделывать По крайней мере В этом сезоне Может быть в следующем Подумаю Вот Как-то так В принципе Что ожидал Золотой получил Все Пока